Дорожное движение По данным госавтоинспекции, за 4 месяца произошло 147 ДТП с наездами на пешеходов, в которых 5 человек погибли, 144 получили ранения. Число подобных случаев на пешеходных переходах составило 79 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 80 ранены. Чаще всего пешеходы оказываются под колесами из-за нарушения правил проезда по пешеходным переходам водителями. Ежедневно происходит наезд на пешеходов, но основными у нас причинами это является, что пешеходы переходят в неположенном месте, водители у нас не представляют преимущества. А также еще у нас есть такой вид ДТП, это как проезд перекрестком, запрещающий сигнал светофора, где водители тоже игнорируют, проезжают, а пешеход на свой зеленый идет и как бы попадает под колеса. В ходе рейда водителям рассказали о необходимости при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть готовыми к появлению пешеходов. На перекрестках стоит помнить, при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим в проезжую часть. Антон Захаров водитель со стажем. Особое внимание при вождении уделяет именно пешеходам и старается не нарушать правила ПДД. Надо пропускать пешеходов всегда. Я всегда пропускаю. Соблюдаю ПДД и скоростной режим в городе. А чем чревато, если водитель не пропустит пешеходов? Очень много последствий. Во-первых, для людей, кого он собьет. Во-вторых, для него судебный срок. Кому это нужно? Лучше пропустить. У этого водителя стаж вождений более 20 лет и он считает, что такие рейды ГИБДД дисциплинируют и водителей, и пешеходов. Есть граждане, которые злоупотребляют своим правом, но правильным транспортным средством. Некоторые лихачат, пешеходов не пропускают и не только в городе, и, как говорится, за городом в области. Очень много всяких нарушений, перестроений. Зачастую, когда какая-то ситуация происходит спорная, то есть без присутствия сотрудников ГИБДД, трудно нарушителей привлечь к дисциплинарной ответственности. То есть это перестроение, создание аварийной ситуации. Где-то вот на пешеходных переходах бывает обгоняет одна другую машину и чуть не совершает наезд на пешеходов. При сотруднике ГПС такие правонарушения искореняются бахом в городе. Инспекторы ДПС проводят с водителями профилактические беседы, рассказывают об опасности, которые может подстерегать на проезжей части. В случае, когда разъяснительных бесед становится недостаточно, в ход идут штрафные санкции. За непредоставление преимущества пешеходам водителям грозит административное нарушение, за которое предоставлена статья 12.18 КОАП РФ и привлекут к ответственности со штрафом от полутора до двух тысяч. Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит их жизнь и здоровье. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова